Владимир Гройсман, премьер-министр Украины в 16-19 годах, бывший мэр Винницы своего родного города. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Не знаю, как вам тяжело сейчас, в том числе, к нам в эфир выходить, но спасибо, что вы это делаете. Вы, как я понимаю, видели удар своими глазами? Его видели все виничане. Расскажите. Я думаю, что все уже известно. Русские выпустили войска ракетой, которые практически ударили в центр Винницы. Вот это вы видите сейчас на кадрах. Это дом быта юбилейный. Я думаю, что все граждане разных стран постсоветских, они знают, что такое дом быта. Да, там что-то чинят, что-то ремонтируют, кого-то стригут. Поэтому это очень такой террористический акт, который привел к жертвам. Вы назвали абсолютно правильные цифры. К сожалению, огромному сожалению, 23 человека на данную минуту погибли. Из них трое детей. Лиза маленькая девочка. Ей было 4 года всего. Поэтому хочу выразить просто свои соболезнования всем. Но хочу сказать, что сегодня был удар не только по Виннице. Сегодня были удары по Николаеву, по Славинску и по Харькову. Каждый день происходят ракетные удары. Поэтому, когда я говорю, и когда говорит наш президент, и все представители Украины о том, что нужно закрыть небо над Украиной, это очень серьезная задача, которую нужно решить с помощью наших международных партнеров. Конечно же, мы знаем о том, что уже есть решение о передаче систем противовоздушной обороны. Это нужно сделать как можно быстрее. Но и также мы с вами понимаем и знаем, что в мире появилась террористическая организация под названием Россия. И все, кто поддерживает этот варварский режим, режим убийц. Путин это убийца. Я хочу, чтобы ему каждую ночь в кошмарах приходил каждый гражданин, которого он убил. Ракетой, артиллерийскими выстрелами, либо стрелкового оружия. Это террористическая организация. И мы должны весь мир положить этому конец. Расскажите, вот этот дом быта, вы уже говорили, что понятно, тут стригут, тут фотографируют и так далее. А что это за медицинский центр был? Он там же, в этом же здании находился. Это частная клиника. Это частная небольшая клиника, в которой лечат людей. То есть фактически удар, ракетный удар пришел на центр города. Вы же видите, вот мирные автомобили стоят. Тут нет ни военных автомобилей, ничего. Но при этом же казалось... Более того, хочу сказать, это не ошибка. Это не управляемая ракета. Они знали точно, куда они нанесут удар. И они нанесли удар по мирным гражданам. Более того, в часы пик. Вы знаете, но я хочу сказать, что я не увидел никакого страха. Да, мы оплакиваем погибших, ни в чем не виноватых людей. Но у нас нет страха. У нас есть только одно желание. И отомстить, и побить. Я хочу сказать, что я сегодня разговаривал и с военными ребятами нашими. Вот они просто, знаете, настолько они будут расплачиваться за все. Владимир, при этом казалось же, что Винница глубоко в тылу. Я знаю, что многие украинцы вывозили из юга Украины, из Харькова. Вывозили туда родственников, жен, детей. Потому что казалось, что там спокойно. Нет, на самом-то деле были практически ежемесячные ракетные удары в разные частях и города, и области. Мы это знаем и понимаем, и знали, и понимали. Но, смотрите, пока мы имеем с вами террористическую организацию под названием Россия, которую возглавляет лично Путин, ни одной, я бы сказал, скорее всего, даже точки на земле нету, где можно чувствовать себя в безопасности. В Украине идет война. И вот в любой точке может быть нанесен, это вопрос минут, минут, десятков минут, может в любую точку быть нанесен удар, вне зависимости от географического расположения. Мы все это все понимаем четко. Но я хочу еще раз сказать о том, что более того, нужно понимать, что в любой момент он может нанести и химический удар, и ядерный удар тактический. Я бы абсолютно даже не думал бы о том, что эту возможность нужно их включать. Поэтому сегодня наша задача уничтожить эту террористическую организацию. В том числе, включительно, с устранением от управления государством самого Путина. Я не понимаю, что у него в голове, смотря на вот эти кадры. Ведь это же мразь, она же наверняка видит эти кадры. Не уверена, честно говоря. Наверное, ему показывают. Ну как, он же не просто какой-то сумасшедший, тупой человек, я не верю. Есть же интернет, очень много социальных сетей, где эти кадры пооблетели весь мир. И я уверен, что он должен был это видеть. Владимир, у вас нет ощущения, что мир привыкает? Каждый за это должен быть судим и должен нести наказание. Нет, нет такого ощущения, потому что мир не должен привыкать, потому что мир находится в опасности. Мы не можем с вами привыкнуть. Нет, что меньше об этом говорят, меньше внимания стало со стороны политической элиты мира. Я вижу, здесь, в Праге, и там стало, но люди стали меньше об этом говорить. Проходит вот этот первый шок. Мне кажется, что меньше об этом говорить, это, скорее всего, очень закономерная история. Но это не значит, что все должны успокоиться. То есть нет, ни в коем случае. Я убежден в этом, что тут же сейчас идет глобальная, это третья мировая война, по большому счету. Если кто-то этого не понимает, то он это поймет. И она закончится только тогда, когда будет поражение нанесено Путину. Когда будет нанесено поражение его экономике. Когда не будет допустимой возможности, чтобы третье государство его поддерживали и помогали. Мы там знаем информацию о том, что Иран хочет ему передать сотни беспилотников. Это же безусловное содействие тому, чтобы он дальше продолжал убивать. То есть это убийца. Это, знаете, серийный убийца. Серийный убийца. Весь мир его знает. Когда происходят какие-то убийства, то полиция ищет кто. Теперь мы знаем, кто этот убийца. Его фамилия Путин. Его фамилия Шойгу. Мы сегодня еще будем говорить о том, как в том числе и в Украине правозащитники объединились по инициативе и назвали ее «Трибунал для Путина». Владимир, спасибо вам большое. Владимир Гройсман, премьер-винист России. Спасибо всем мирного неба. В 19-м годах. Бывший мэр в Янице. Спасибо.